Давайте посмотрим, что у нас происходит. С чего начнем? Купинск-Бахмут. Купинск-Криминар, я даже сказал. Там противник атакует. Было у него и продвижение за эти два суток, говорят злые языки. Добрые наши, злые их. Но, тем не менее, командование наше ведет маневренно в оборону, купирует эти удары. Там обстановка непростая. Смотрим южнее Белогоровка, тоже пытаются атаковать там без движения. В севернее Бахмута позиционные бои, южнее наши медленно, тихонечко двигаются, как говорят их злые языки, создавая им прекрасную жизнь на линии Клещеевка-Андреевка-Курдюмовка. И это хорошо. Там правильная линия. Там перерезание дороги, как мы говорили уже неоднократно, Бахмут-Горловка, там выход на высоты при определенных условиях. И, в принципе, южный фланг обороны Бахмута у противника посыпется очень весело после этого. Абдеевка, попытки штурмовых действий с севера, Каменка, крутая балка, южнее Первомайская, Невельская, без особого продвижения, маленькая без продвижения. А вот на юге у нас интересное событие. Если взять большую новоселку и посмотреть в направлении Октябрьского, она же Керменчик, то там, говорят их злые языки, какое-то движение у каких-то войск туда пошло. Это такое очень беспокоющее, которое Керменчику совсем продвигается. А конкретно в Новодонецке говорят их злые языки, но, увы, оно на карте не числится как потерянное, но их злые языки утверждают, что там совсем-всем поплохело. И утверждают, что подлые украинцы перенесли основные усилия на юго-восток от Старомайорска. Некоторые злые языки утверждают, что они Новомайорска уже покинули. И совсем чуть-чуть осталось, но, как мы видим, мы центром являются позиции Старомайорска, ее обходят восточные. Но одновременно действия идут западные. Смотрим на приютные. На западную, на сторону западные двинутся. Вот приютные, которые еще недавно было вполне себе такой приличный тыл. Но там уже не тыл, там уже беда у них. Там они кричат, что это все уже, это бои чуть ли не на крайней села. Вообще все так тяжело и подлых давят, и даже не знаю, что делать. Видите, какой там язычок нарисовался, симпатичный. Вот, и получается Старомайорска входит восточные, да, на приютные вышли. Там такой выступ образуется. То есть наши войска окружают с трех сторон этот выступ, что отнюдь не способствует ни обороне, ни настроению. Движение на Новодонецкое. Ну, можно сказать, что устойчивая динамика продвижения вперед сохраняется уже пятые-седьмые сутки. Там на юге. Но и ниже, вернее, левее смотрим. У нас, понимаешь ли, как бы рабочие на вербовое, это вообще выход уже на линию. Это линия основной обороны. И там, видите, тоже двигается все. Если внимательно посмотреть, в восточной работе. Еще туда такой язычок на вербовое и так далее. Поэтому Южный фронт таки, да, пришел в движение. Причем, что характерно, это движение идет поступательно. То есть оно не останавливается ни на день. Мы каждый день продвигаемся где-то. Звучат названия все новых и новых населенных пунктов. И вполне возможно, что этот снежный ком будет наращиваться, наращиваться, наращиваться. И в какой-то момент бахнет по голове. И сломает хребет всей этой южной группировки. Вот я не знаю, увеличили ли мы именно вдвое, или в два с половиной, или в полтора, или в один семьдесят пять. Ну, источник из Пентагона, видимо. Ну, мы видим, да. Мы видим, что? Мы видим явное продвижение наших войск. Явное. И даже весьма осторожный дипстейк, который консервативно подходит. То есть он пока они не взяли, пока не убедились, пока не доказано, не публикуют. Показывает весьма солидное продвижение. А на деле передовые отряды наших войск еще дальше продвинулись, чем там показано. И совсем там уже хорошо и весело щупают за вымя этих всех обороняющихся. Эти все обороняющиеся очень хотят резервы кинуть в бой, но пока не кидают. Вот доблестная 35-я армия, которая стоит нетронутая там в районе, условно говоря, Токмака. Это всего три бригады, пара батальонов. То есть 300-километровый фронт? Нет. Прорыв в трех местах? Нет. Если вы внимательно заметили, наше командование постоянно меняет направление ударов. Она двигается в одном направлении, условно на Старом Майорское, то восточнее, то левее и так далее. Это очень высокий уровень военной мысли и практики, я скажу. Потому что, когда учат бойца или командира, то когда дошли до темы, люди познают военную науку по-разному, но когда доходит до темы переноса усилия по флавлю, то туда, то туда. Это что касается пехотного боя, когда отделение действует, например, для группы маленькие, что заканчивают на уровне оперативного искусства, это уже, значит, войска что-то умеют по-настоящему. И вот мы это видим. Они просто не успевают перебрасывать резервы. Особенно их манера непрерывно контратаковать. Все, войска контратакующие пошли в бой, ввязались в наш раз, переменили усилия, благость хватает сил и средств на этом направлении. И там, где они разотачивались налево, мы перекинулись на правое. Пока они перекинулись на правое, мы там уже продвинулись, взяли симпатичные высоты, они туда в контратаку, мы слева пошли. Они и слева, и справа попытались резервы кинуть. Мы раз, мы совсем в другом месте. Потому что наступаем на широком фронте, и минимум в трех местах у нас существенное продвижение. Ну, все идет по плану. Я знаю, эту фразу все не любят, но поверьте, к октябрю ее все оценят. Где-то, я думаю, может и раньше, когда мы выйдем на берег Азовской мори. Так, на Олежках, на Херсонском море. Там война идет, да, там мы держим плацдарм, там наши силы специальных операций, местная атерооборона воюет на лодках, переправляясь. Как бы доставлять неприятности противнику. Там своя активная жизнь. Не такие масштабные наступления, конечно, бронетехника там не ездит с нашей стороны, но вполне себе работает ПЛО или АЦА, так что... Давайте вернемся обратно к... А не только, конечно, значительно силы противника с севера. Ну, конечно, вернемся на Запорожское направление обратно. Вот, смотри, какой вопрос, давай мы его обсудим. Вот если увеличить немножко Zipstate, вот, допустим, допустим, соприкосновение уже с основной линией обороны происходит вот эта работина, на вот это направление, да, вербовое, да, вербовое, фактически, значит, уже какие-то там оборонительные сооружения, а кофтификационные уже, видимо, находятся даже под контролем уже вооружённых сил Украины. Возможно, но есть судьба Депсты. А что вообще произойдет, если пройдут эту первую, вторую, третью линию? Ну, к примеру. На одном из участков. За ней будет вторая линия обороны. Потом вторую пройдут, третью. Есть места, где есть третья, да, но, во-первых, даже вторая есть не везде, и уж точно не везде есть третья. Ну, если разрывы, мы же видим... Да, если там прорываемся, то будет весело. Тогда резко возрастает темп наступление. Вот, единственное, что против... То есть, там, где мы двигались, грубо говоря, под два километра в течение недели, будем двигаться всем в течение двух дней. Вот, а если совсем на оперативную просторку, может быть и 40 в течение двух дней. То есть, это резкий обвальный обвал фронта, ну, даже не фронт, а фронт, а фронт, и надо одну дырку пробить. Резкий обвал ситуации на этом участке. Ну, то есть, пока пробиваются фронты и заходят в тыл... Да, вводятся механизированные подразделения. Механизированные подразделения, и они заходят в тыл вообще... Которые, задача которых максимально, максимально быстро двигаться в тыл противника, нарушая логистику, окружая, уничтожая штабы, технику, артиллерию, позиции, там, да, средств старшего командира, то есть, дальнобойная артиллерия, самолеты, вертолеты, дезорганизация тыла, полная. Там важны темпы наступления. Вот, ну, и потом там войска будут заходить, усиливаться, в разное направление расходиться. В общем, растечется, как вот, пробили дырочку, и вода этот сам... И это уже купировать очень сложно, особенно при их абсолютно прискорбном положении с резервами. Я же сказал, 35-я армия, которая там сидит в резерве, и последний оплот, когда только звучит грозно, это три бригады, два батальона там в запасе, на 300-километровый фронт, это ничто, в общем, нет. Поэтому, да, там грустно. Ну, вот, например, смотри, допустим, части ВСУ прорвали, прошли. Они могут двинуться дальше, то есть, как это было в Харьковской операции. Они не могут двинуться дальше, они двинутся дальше. Двинулся, оставляя за собой вот эти сидящие остальные части там, срезы по флангам. Окружили, предложили сдаться, они сдались уничтожения. Окружили, предложили сдаться, они сдались уничтожения. Все очень просто. Ну, то есть, условно, зачем брать такмак, если они его обложили по кругу? крупные узлы обороны будут когда мы пройдем туда пройдем на оперативную простору не будет окружаться ну посидят они недельку ну две а кушать то хочется кушать тебя же окружили отрезали пути снабжения но вот смотри на этом фоне кремль прямо такая уже бубнит каждый день каждый день они рассказывают про все контрнаступление не говорят код наступления нет но случае его успеха мы сразу применим ядер наружу а теперь внимание если мы позорно провалились и нет никакого успеха то зачем говорить об этом скаляет пропустили едет он же мы он же идет мнение кремль же он заявил на колесах он звучит соль утром наступление значит мы успеха контрнаступления как применим ядер на что американцы сказали это было бы прискорбно и в первую очередь для россии прискорбно попытка применить ядер на мы внимательно наблюдать признаков пока нет но мой вопрос просто логически говорить про успех контрнаступления если с их точки зрения никакого успеха нет как они утверждают три дня я гналась за вами чтобы сказать как вы мне безразлично ну приблизительно не но медведеву они понимают что он представляет ему разрешено потому что он как бы может быть трижды даже почему-то говорит об успехе контрнаступления почему он передает атмосферу если этой темы нет почему на ней заговорили потому что дмитрий антарычу надо просто на дипстей заглядывать все прекрасно или хотя бы наша передача хотя бы наши задачи посмотреть какой куда ты чё